так ну всем здравствуйте как и договаривались я у вас просила посмотрим мои ароматы сейчас немножко расскажу когда сейчас я их здесь есть немного и мужские я тоже о них расскажу ароматы два их здесь я вот здесь усела сейчас я поставлю вас на чтобы общаться с глазу на глаз и распакуем немного сазона здесь вообще интересная вещь очень интересная и я думаю что многим будет полезно потому что я сама недавно об этой вещи узнала ребята это девушки может мужчинам понадобится бывает все в нашей жизни и ну немножко распакуем вообще вот все что я нашла все что мне ребята и вот это вот вот этот аромат вот этот смотрите сколько здесь чуть меньше полфлакона да давайте вот так ну вот это versace значит ему этому аромату он у меня уже ну лет 7 он у меня точно уже я еще раз говорю я духами пользуюсь очень очень редко это должно быть какое-то настроение ну либо я не знаю что со мной должно происходить и всегда я пользуюсь там вот это вообще вот это и вот это это мои любимые ароматы и еще есть один любимый аромат один кстати один ёшкин кошки а потом господи я его тоже очень люблю ну что ставить на это и показывать зато так не видно ну не будет зеркалить давайте так давайте так вроде бы нормально только у меня устанет рука наверное будет уставать рука давайте давайте начнем давайте начнем с пандора с этим ароматом я познакомилась недавно буквально около года назад кстати смотрите да как я его быстро пользую ну и уля мне немного конечно помогала но я обожаю этот аромат это пандора 3 номер он такой знаете цветочно-фруктовый ну что-то тут нотки жасмина пиона вот что-то такое ну конечно же есть мускус присутствует ну нравится он мне очень классный аромат кстати очень стойкий ребята покупала я его в магнит косметик но очень стойкий почему-то аромат естественно магнит косметик я не думаю что это оригинал это реплика какая-то ну блин очень стойкий аромат очень поможет и от пола фами ну в общем вот такой аромат теперь давайте вот эти versace я покупала мне при нам привозили я их заказывала специально кстати до сих пор не знаю что это оригинал или реплика но написано сделано в италии не знаю что это но покупала я их мне их привозили на заказ вот лет семь как бы не больше но это мои любимые тоже духи одни из любимых у них абсолютно разные запахи поэтому и разные оттенки хотя как сказать понимаете он более восточный такой вот запах хотя он тоже с цветочным таким запах запахом тут нотки имбиря ну и соответственно мускус но он такой более восточный и у него такую амбре какое-то интересное вот третий шаг электрону думаю что это не знаю в общем мне его их привозили на заказ бакару вы все знаете это конечно реплика естественно причем неплохая реплика я вам хочу сказать я его сегодня проносила целый день но он такой злой аромат да такой крепчайший кстати многие люди в общем каждый по своему его чувствуют вообще он такой ну такой слегка ванильный запах сахарной ваты такого какого-то сахара жённого да кто-то чувствует что это жённый сахар а кто-то сладкую вату чувствует кто-то чувствует там подгоревший джем а кто-то не знаю подгоревшую сахар кто-то вообще чувствуется с запахом бумаги старой ну в общем каждого свой запах и кстати говорят что он на каждом человеке по-разному чувствуется в смысле запах но вот я сегодня целый день проносила а у меня сегодня был тяжелый день если полдня на выезде была причем это выезд был ребята не просто зайти в организацию выйти это было уличный выезд не буду рассказывать но по полям по лесам и вот я до сих пор еще я в душ не ходила вот я до сих пор еще не ходила в душ и я до сих пор его на себе чувствую в общем я его тоже люблю как вы видите вот у меня больше подразделяются на восточный это тоже восточный запах такое восточный и фруктовые вот больше я люблю цветочные я не очень люблю а вот фруктово-цветочный чем может быть чтобы сам цветочный не люблю так пандуру посмотрели так смешно запах тоже такой легкий восточный напоминает он не еще раз понюхаю хохохохохохо это тоже фруктово-цветочный аромат такой легкий тут что-то персик есть бергамот я чувствую здесь жасмин я очень чувствую здесь вот ну и немножко древесный такой запах есть какой-то остаточный но мне он тоже нравится это вообще не знаю это от иван какая-то фигня я даже название не знаю это тоже былой молодости можно кстати эти протирать что-нибудь я не знаю как он называется до свидания это тоже аромат от иван 100 летний софт маск ну здесь ирисы видно да тоже почему-то по 8 минут записывает и прерывается восточный аромат опять же такой же ему наверное он у меня уже лет двенадцать это точно как минимум даже даже не могу сказать сто лет ну императрицу все мы знаем да знаете если честно надоел аромат этот но я его взяла чтобы он был он такой летний легкий аромат с нотками арбуза вот что-то у него есть конечно тоже эта реплика но такая хорошая качественная реплика я еще не заработала на натуральной тем более я не могу их покупать нахрен они мне нужны оригиналы если я практически не пользуюсь духами но я их люблю вот нафига вот ребят это лет на 20 не ну конечно приедет ульяна может что-то еще иногда вот она мне я говорю постоянно вот когда она дома на пандора ей тоже очень нравится девочки молоденькие хорошо сидит пандора только это тройка видите это тройка я могу только про тройку сказать на молодых девочках очень хорошо сидит этот аромат императрицу все мы знаем да кстати вот это очень дорогой аромат это тоже это иван он сейчас и не помню сколько он стоил лет лет так пять назад это второй флакон уже он мне тоже очень нравится он очень хорошо сидит очень долго его носится очень долго естественно он восточный опять же чем-то он напоминает black opium чем-то напоминает вот этой вот сладостью восточным ароматом опять же да я его могу сюда же отнести кошки как лошади потом вот с вот эти вот что-то у него есть общие тоже жасмин нотки есть вот что еще так ну вот это тоже скенд микс сканд микс от и ой извиняюсь от его тоже сто лет я вообще даже представить не могу но здесь чисто чай и зеленый чай и ой как он не лимон а лайм все больше здесь ничего такого нету колдеон кстати это колдеон сейчас я скажу я работала еще ой-ой-ой в отделе сейчас у меня отдел не свой отдел раньше я работала воде ну короче лет 18 назад вообще колдеона 2011 года где-то приобщил говорят что он чуть ли не там с девяносто шестого года вышел но я точно не могу знать с 11 года вот где-то представляете сейчас двадцать четвертый год получается 12 13 лет да на бутылка у меня да но естественно он бы она была в тубе белой естественно все это было было так а вот это это тоже его это мужские ароматы ароматы из моей прошлой жизни так это такой свеженький аромат сейчас я иногда пшикаю просто в комнате квартире когда хочется мне почувствовать мужской запах в квартире иногда пшик ну поэтому он у меня и хранится там с моей прошлой жизни блин а сломался бедолага от времени уже наверное не пшик нет уже не качает зараза короче эти ароматы это ароматы с моей прошлой жизни мужские ароматы это не потому что я была раньше мужчина нет это не то что вы подумали это просто оставили оставили вот так по моему кириллу очень нравится этот аромат сынок если ты смотришь меня я ему лакосту купила позавчера или вчера вчера подарила зеленую лакосту вот по моему кирилл тебе нравился этот аромат в общем почему приходим к выводу что в основном в основном в основном в основном я люблю сладкие ароматы ароматы восточные вот это тоже можно но более нету такой более пудровый запах вот это вот это тоже пудровый какой-то у него такой терпкий но это это даже открывать не стала не помню я его запах вообще пожалуйста я люблю более восточные сладкие ароматы а это так я недавно вот этим пользовалась чем меня это просто я в комнате вместо освежителя брызгаю калдион не знаю самый любимый аромат вот этот аромат у меня на первом месте вот этот идет на втором а вот этот на третьем но видите они все разные вот этот аромат он такой летний аромат он кстати не сладкий он фруктовый он такой летний задорный аж говорю девочка молоденьким очень подходит он этот более такой зимний вечерний тяжелый аромат а здесь я даже его объяснить могу не знаю вот он могу у него несколько вот ступеней несколько стадий вот так вот у меня это на первом месте это 2 а это от них и делать по случаю когда-нибудь вот так ну все давайте переходим для теперь сам переключился и пошел заново так теперь давайте обзор я это надо обязательно поставить на статив потому что так будет неинтересно здесь такая вещь к сети я ее даже еще не смотрела но я знаю что отодвинем вы не представляете что мне стоит выставить это тушь я сразу только коричневым коричневым цветом черные я считаю вульгарным по крайней мере на моих глазах а вообще замутно ничего не вижу все-таки очки вот такая она кстати вся вот видите да она такая ну то есть это не рисунок это как это озон силиконовая кисточка видите с этим с ворсинками но продавец обещает офигенный объем ресниц не стоит посмотри с кахи не знаю не слара от не слары попробуем ну мне лишь бы видите окрас только коричневый тушь она не видно что она конечно коричневая но почему-то я различаю почему-то мне кажется вот если я черное нанесу на себя мне кажется я так вульгарно выгляжу так все давай всем заинтересно я еще раз говорю что возможно вам но я сама я если раньше знала что такое существует я уже эту среднюю давно приобрела я где-то в ролике не помню то ли в тикток увидела то ли я думаю что кому-то поможет вот так все упаковано в пупырку то есть достаточно хорошо единственное что оно шло конечно из китая есть в россии но дороже то есть они там с китая дождались партию да по 100 рублей вам по 500 продали а я подождала немножко у меня сколько этой штуки не было думаю чё я еще не подожду что ребята вообще божечки мои божечки что это значит это вот такие очки это очки для макияжа видите они одеваются вот так моё зрение плюс 2 я говорю я пока дождусь у меня плюс два с половиной дороже будет у меня зрение плюс 2 и не очень тяжело вот я сейчас очки сняла вы мне нарастут вот вот сейчас я вас хорошо но вернее хорошо вижу себя это а вот вот сейчас вот в данный момент мутно все и очень тяжело наносить макияж смотрите одевайте очки ой боже как шикарно смотрите красите глазик она красили хренак перекинули красите другой глазик я реально не знала что такое существует я если бы знала вот пожалуйста красота а то я вот так вот вот так вот . хорошо да и начинаю краситься и как вот я вот так вот начинаю так вот хотя бы бровь прихожу на работу мне девчата говорит господи ты что тут на бровях наделал я откуда знаю чуть вижу что ли ну смешать кстати ленчик татуаж еще держится спасибо большое вот так а то есть вот такие вот кто знал кто не знал есть вот такие вот очки пожалуйста два плюс по идее диоптрия да это два плюс я прекрасно не вижу надо привыкнуть конечно да это два плюс я хорошо вижу да 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 я ну надеюсь мы сегодня с вами прекрасно пообщались ставьте я очень старалась ребята я очень готовилась видите я сегодня снимаю в своей комнате я сюда все притащила, все выставила единственное, я не перенюхала и забыла запахи очень люблю не знаю, что я в нем нашла не знаю вот теперь у меня вот такие вот очки для макияжа вот это, конечно, снимаем вот, может, кому-то будет очень полезно они существуют мы не знали они существуют потом вот так чмяк блин, я прямо ощущаю как я ни хрена сразу тишина конечно, не очень пока приятно одним глазом это все, но ой, отлично просто зеркало против меня и красу тебя здесь ну все, ладно всем пока-пока надеюсь, вам было со мной сегодня интересно ставим лайки рекомендуем делимся и комментируем пока пока